МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Осиповический район". Расположен на юго-западе Могилевской области. Площадь района 1947 квадратных километров. Численность населения 47 847 человек. Административный центр Осиповичи. На территории района расположены два памятника природы республиканского значения. Республиканский ландшафтный заказник Свислочско-Березинский. Четыре памятника природы местного значения. Три гидрологических заказника местного значения. 30 субъектов агроэкотуризма. Под охрану взяты места обитания животных, занесенных в Красную книгу, зубра и барсука. Из охраняемых растений встречаются многоножка обыкновенная, дремлик темно-красный, лук-медвежий, колокольчик широколистный, плющ обыкновенный, зубянка клубненосная. Экологическую науку в Третьей Осиповической школе изучать начинают с начальных классов. На базе учебного заведения уже почти четверть века действует молодежное общественное объединение «Ради жизни на земле». Его участники – учителя, ученики, их родители. Всего 787 человек. Название объединения говорит само за себя. «Ради жизни на земле» здесь учат ценить и беречь окружающий мир, рационально использовать его ресурсы. За этот промежуток времени, достаточно большой, конечно, хочу отметить то, что учащиеся активно участвуют в работе объединения, готовят научно-исследовательские работы, занимаются просвещением населения с целью экологического просвещения, участвуют учителя в конкурсах, разработках. И хочу сказать, что 25 лауреатов уже специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи за это время. Именно по экологическому направлению. Научными разработками в области экологии в третьей школе занимаются даже самые маленькие, как Настя Пашкевич из 5-го В. Вместе со своей учительницей она изучала муравьев и заняла второе место в областном этапе республиканского конкурса «Квитней мой лес». Просто было интересно, если их принести в другую среду, они смогут жить или нет отдельно от своего муравейника. И это оказалось правдой – они выжили. Но в следующем году я хочу продолжить этот проект и посмотреть, смогут ли муравьи перезимовать в домашних условиях, а не в лесных. А десятиклассница Алена Ольховик областной этап этого конкурса выиграла. Победу ей принесла научная работа, результаты исследования популяции барсука в естественных условиях на Осиповщине. На самом деле я считаю барсков уникальными животными, которые несут невероятную пользу как лесу, так и человеку. И также изучением барсука на территории Осиповского района до учащихся нашей школы никто не занимался. И мы решили не оставлять эту тему без внимания. Многие выпускники школы продолжают свое экологическое образование в высших учебных заведениях, как Павел Татур. В свои школьные годы он вместе с одноклассниками разработал десятикилометровый тур-маршрут по Осиповщинскому краю, который и привел Павла к выбору будущей профессии. Экологическая направленность в моей школьной жизни дала мне в какой-то степени желание поступить на специальность, связанную именно с этой деятельностью. Сейчас я учусь в БГУ на кафедре международного туризма. Третья Осиповщинская школа – постоянный участник республиканского школьного актива юных лесоводов Ассоциации образования для устойчивого развития. Год за годом выпускники покидают свое альма-матер. И лишь одно остается неизменным – здесь учатся жить и работать ради жизни на земле. Это место с красивым названием «Пруща» сокрыто в лесной глуши. Но люди знают о нем давным-давно. Когда именно здесь забил живой ключ, доподлинно неизвестно. Но есть легенда о возникновении здешнего родника. Есть легенда, когда два слепых старца шли сквозь лес с поводырем и заблудились здесь. Заблудились, уставшие решили отдохнуть. Отдохнули, поспали и, проснувшись, услышали журчание воды. Они подошли к этому источнику, попили этой воды, умылись и стали видеть. Рядом с источником на дереве прозревшие старцы увидели икону Божьей Матери. Они отнесли ее в ближайший храм, но икона чудесным образом вернулась в Прощу. Люди трижды забирали ее отсюда, и трижды она возвращалась. Тогда стало ясно, что место – это святое. Проща рядом с источником построили церковь. Паломники приходили сюда вплоть до 30-х прошлого века, пока храм не разрушили. Его возрождение началось спустя полстолетия. Нынешнюю церковь построили местные женщины. В 1992-м храм в честь иконы Божьей Матери Живоносный Источник осветили. Сюда по-прежнему приходят люди за прощением грехов и исцелением. Вода действительно святая, это очень чувствуется, когда обливаешь себя водой. Ощущение легкости. Сразу кажется очень холодно, а потом невероятно тепло становится, и на душе очень благодать чувствуется. Место замечательное. И его не случайно назвали проще. Проще название сложилось из двух слов. Из слова прощения и из слова прошения. То есть люди испокон веков ехали сюда за прощением грехов, ехали с какими-то своими прошениями, получали просимое. И вот таким образом образовалось это слово. Земля мироточит родниками. Они несут благодать и дают исцеление. Их живая вода – истинная ценность, дарованная человеку, самой природой. Могучие зубры – величавое животное, занесенное в Красную книгу Беларуси. В Осиповичских лесах они появились ровно 20 лет назад. Привезли зубров из Беловежской площади. В Осиповичском районе – это место вольного поселения зубров. И впервые они появились в 1997 году. Сюда, на нашу территорию района, было завесено 15 зубров. И вот это в Могилевской области – это единственное вот такое вот место вольного их поселения. За 20 лет популяция Осиповичских зубров увеличилась почти в 30 раз. Только в прошлом году на свет появились 50 зубрят. Сегодня на территории района насчитывается больше 400 особей. Ареал их обитания – около 60 тысяч гектаров. Это почти половина Осиповичского района. Был момент передержки. После этого были выпущены на свободу. По развитию наша популяция наиболее динамично развивающаяся. Здесь им создано, в принципе, все условия. Зимой концентрация идет на сельхозполях, либо на наших подкормочных площадках. Два-три больших стада. В здешних лесах зубры чувствуют себя прекрасно. Осиповическая популяция занимает второе место по их численности после Беловежской пущи. Есть в Осиповическом районе два уникальных памятника природы республиканского значения. Вековые дубы исполины. Они укрыты лесной чащей. Они поражают воображением мощью и размерами. Деревьям даже дали собственные имена. Это – брецаловский дуб-гигант. Разместился он аж на 16 квадратных метрах. Находится он в Брецаловском лесничестве, квартал 62-й. Значит, возраст определен 190 лет, высота 38 метров и диаметр 1,90 метра. Фактически обхватить нам это более 6 метров в обхвате. Его старший брат – 220-летний дуб Великан Октябрьский – находится километров в 5-6 от брецаловического дуба на территории республиканского ландшафтного заказника Свислочско-Березинского. Этот сторожил старше Осиповича. Высоту он достигает 37,5 метров, в обхвате – почти 6. Осиповичской земле вообще повезло с памятниками природы, вот именно такого плана. На территории Могилевской области имеется два таких, именно отдельно стоящих, республиканского значения памятника. Но все они произрастают на территории Осиповичского района. Статус памятника природы республиканского значения Брецаловичский и Октябрьский дубы получили в 1965-м. Тогда же были взяты под охрану. Здесь нельзя разжигать костры, парковать автомобили, заниматься хозяйственной деятельностью. А вот любоваться древними дубами можно сколько угодно.